5 препаратов, которые ничего не лечат, а мы платим за них большие деньги. В Украине продается очень много препаратов, которые ласково называют фуфламицинами. Большинство имеют недоказанную эффективность, а некоторые даже, доказанную неэффективность. Тем не менее реклама, а часто и сами врачи в поликлиниках, выписывают нам курс такого лекарства. Не исключение и сфера успокаивающих, в которых успокоить может, разве что спирт или процесс отмеривания капель, на сахар или воду. О недейственных успокоительных, и как на самом деле нужно лечить нервы, рассказала семейный врач Юлия Коваль в Инстаграм. Недейственные успокоительные. Глицин. Цена в Киеве, до 617 гривен, в зависимости от производителя, дозировки, количество капсул. Якобы идеальный препарат, согласно инструкции, снижает психоэмоциональное напряжение, улучшает настроение, сон, повышает умственную работоспособность и т.д. При этом вообще без побочных действий, разрешенный детям, но его действие приравнивается эффекту плацебо. Адаптол Мибикар. Цена в аптеках Киева, 334 663 гривны. Также один из самых популярных успокоительных, с широким спектром свойств, но исследования с достоверными результатами его использования отсутствуют. Тенотин. Цена от 129 до 300 гривен. По словам производителя, оказывает стрессопротекторное иноотропное действие, улучшает память и обучаемость, а на самом деле это, гомеопатия. Потому никакой доказательной базы нет. Бифрин, Финибут. Цена, 188 320 гривен. Наверное одно из самых частых назначений, но на самом деле нет каких-либо исследований, подтверждающих эффективность этого препарата. Более того, есть многочисленные сообщения о том, что Финибут может приводить к развитию зависимости, а внезапное прекращение приема, к психомоторному возбуждению и галлюцинациям. Растительные успокоительные препараты. Стоят они недорого и являются абсолютным топом продаж. Это пассифлора, боярышник, пустырник, валериана, мята. Все эти растительные препараты объединяет одно, неисследованность и неэффективность. Как на самом деле нужно лечить тревожные состояния. По словам врача, когда к ней приходят пациенты с жалобами на слабость, подавленное настроение, отсутствие энергии, усталость, тревожность, она не назначает успокоительные, а предлагает пройти шкалы на тревогу и депрессию, ХЭЦ, PHQ-9, шкала Гамильтона. Все эти тесты есть в открытом интернет доступе. Если у пациента согласно этим жалобам, субклинический или клинически выраженная тревога и депрессия, тогда рекомендуется уже рассмотреть действенные рецептурные препараты, антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы и проконсультироваться с узким специалистом. Но все же не нужно забывать, что первое место в рекомендациях занимает КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, которая поможет либо избавиться от стресса, либо научиться с ним жить, прожить и отпустить, посоветовала врач. Кроме того не стоит забывать о соматических заболеваниях, которые могут вызвать подобные жалобы. Это такие как железодефицитная анемия, дефицит витамина D, гипотиреоз и т.д. Как вы поняли здесь не просто успокоительный препарат, на 2-3 недели, действие которого приравнивается к эффекту плацебо. Здесь нужна полноценная консультация врача, и комплексный подход, добавила медик. Ранее о недействительности глицина рассказал также невролог, психиатр и нарколог Евгений Скрипник. Также читайте, что такое на самом деле валериана, и от чего она может помочь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!